Винный магазин 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 далее начались препирательства с хозяином ибо бургундия требовалось не старая душистая а доступная базовая чтобы аудиторию не пугать хотя и сам не знал если у него за 30 бургундии вот эта базовая бургундия пакет чичваркинского вайнцевого хедонизма название масло масляное виной так гедонизм чек как не скромнейший пересчете получается все равно минимум 3000 рублей это я после того как две недели назад мне на костыляли в комментариях после шабли гран-крю теперь осторожничаю пытаюсь чередовать но для показания того почему мне например лично особо цена бургундия перед всеми прочими достаточно и базовый то есть это пино нуар контролируемого района сбора от хорошего производителя я охлаждаю бургундию даже не до обычных 15 градусов как всегда красная а до 12 даже до 10 потом все равно степлится пока разольешь и уже в самой текстуре что львина в первом вкусе вот в этой шелковистости бургундской слышен холодок ведь вот тронешь какой он там шелковую занавеси то чуть-чуть холодит и на послевкусие появляется то что я объясняю чуток зеленого перца может есть и какие-то другие объяснения выше класс вина тоньше холодок тоньше зеленый перец появляются ароматы вот то что евгений говорил душистая старая бургундия а если про шелковистость горите же особое понятие старый шелк ну вот это старый бургундии тоже вполне относится кроме вина мы поговорили с евгением и про серьезные совсем немного зато о главном вы сейчас свой внутренний статус как определяете вот для себя вы эмигрант вы беженец вы просто тут живу после голосования после последнего голосования я задал себе или задал как правильность не какое было последнее голосование имеется ввиду выборы президента да 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 якобы выбора президента я понял что идею с возвращением назад и мыслями об этом нужно просто навсегда закончить а все эти годы у вас была мысль возвращаем да конечно а сейчас я понимаю что вероятно никогда либо либо уже в виде урны надеюсь не ранний видимо поэтому еще чичваркин вложился в лондоне в новый амбициознейший проект двухэтажный ресторан аж на пикадилли 85 под названием хайт но не в смысле хайт парк который там рядом а хайт через источкой как прятка укромное место по словам хозяина только лестница с первого на второй этаж из польского дуба потянула на 400 тысяч фунтов стерлингов и надо сказать что пожалуй со времен лестницы шехтеля в особняке рябушинского но там где сейчас музей горького не бывало русского заказа на столь прихотливые повороты перила ступени вообще там этот новый роскошный стиль всюду тактильно приятственнейшие чистое дерево что-то одновременно скандинавской и японской в этом есть изменю меня впечатлили суп молочный в луковице с копченым угрем и гусь в двух видах на перышках такие ленточки копченого и запеченный под черной капусты в то что кавала нера которая в чипсы превращена чичваркин еще утверждает что у него у этого ресторана самая большая винная карта ну смысле весь магазин на это работать может я в этом хайде попробовал два оранжевых одно греческое и одно славянское и потом бокал же в решим бертеном тоже бургундии который один стоит как эта бутылка вот пожалуйста все чеки предъявляй надо сказать чичваркин очень об англичанился я бы и сам не позволил но и он не угощает не посягает на независимость журналистскую на этом с гедонистическим лондоном во всех смыслах слова покончено много будет еще другого честно признаться я до сих пор обходился простым планшетом и телефоном и только на парфеноне решил обзавестись ноутбуком чтобы хоть часть видео монтировать самому ну и в дороге работать удобнее я выбрал hp спектр 360 металлический корпус дизайн от стейси вульфа настоящее произведение арт-модерна легкий мобильный сенсорный экран со своим пером чтобы редактировать и писать я много еще работают руки а также фирменная надежность и intel core i7 быстрее еще не придумали и еще компьютер узнает меня в лицо так что мои файлы только для меня у hp есть девиз keep reinventing продолжай изобретать продолжим вместе у меня здесь telegram продолжает работать при том что симка российская большинство абонентов у меня в телеграме россияне иностранцы чаще в ватсапе так что мы сейчас живо сговоримся каком терроризме вообще что показала эта компания что власти плевать на наши интересы но это давно было известно что она безнадежно отстала от жизни запрещать то ведь можно только то что есть ну хорошо даже если удастся запретить ведь придумают что-то другое и это что тоже запрещать вот как старая бабка бегать с мухобойкой за всеми же не угонишься сколько объясняли что ну ладно архаичная общественно-политическая система зато технократия у нас не стесняемые вот эти новые путинской назначенцы губернатора они все как на подбор молодые технологичные технократы и сам путин полюбил понятие цифровая экономика этим уже и объясняли оправдывали обновленного путина 3.0 4.0 какой там по счету ну что это за цифра если ею помыкают фсб и русском надзор ну не может эта система без контроля без расширения контроля мне 14 лет назад когда с нтв увольняли наслушался от всяких доброходов ты пойми но вот три больших федеральных канала они должны быть у нас под контролем и все потом назад нет не все все-таки дециметровые типа рентв тоже должны быть сугубо лаилийскими но только телевидение и все потом и газеты стали мешать вот не более полутора мало тиражек с независимой редакцией мы же это переживали вот год-два и журналы тоже и даже глянец ну как это форбс у нас в россии будет издавать не наш человек как это было до сих пор и все-таки мол это же оффлайн онлайн ладно ваши там резервация курагайтесь там как хотите и теперь вот силе запретить телеграм уже прямо сами говорят что осенью примутся за фейсбук а дальше что youtube до чего вот мы тут с вами крякаем да как серая шейка в сказке мамины сибиряка все там сужается и сужается полынья последняя на замерзшей реке бедная там серая шейка с переломанным крылышком и значит в одно прекрасное морозное утро застынет и это акваторий к музей это не пыльное чучело волка со стеклянными глазами и с краской по краю пасти которая обкулупалась за десятилетия музей если это современный музей как виктория и альберт это общественная культурная актуальная институция которая предлагает зовет учит провоцирует в общем дает тебе новые смыслы и открывает перед тобой новые горизонты в музее виктории альберта то есть первом музея прикладного искусства в мире у нас бы сказали промышленности и ремесел по старому теперь называют музеем дизайна был я на великолепной выставке океанские лайнеры скорость и стиль вот и билетик все сегодня предъявляю то есть про примерно сто лет роскошной цивилизации водного сообщения между двумя берегами богатства из европы в америку и обратно особая история как решена экспозиция когда в залах где крик чай где шум машинного отделения пароходные гудки плеск волны и 2d и 3d реконструкции кают салонов сигарных кабинетов куски спортплощадок на палубе бассейнов там же больных залов я кое-что из этих нынешних представлениях о тогдашних плавающих домах городах даже подснял на телефон меня давно еще профессионально очень впечатлил фильм про восточный экспресс который вел сэр петру стенов изумительный человек оркестр кстати из русского эмигрантского рода бенуа там я первый раз увидел как же можно наглядно передавать эпоху через ее материальную культуру да она сама себя передает вот какой-нибудь дорожный не ссср там щеточки вилочки какие-то ножнички уложены так всяк и они всем своим видом просто вопиют что мы не дребедень мы вещи высокого стиля и смысла и вот на этой выставке океанских лайнеров приходит в голову как же все-таки забавно что именно в транспорте так проявляется это человеческое тщеславие комфорта и богатства когда эти все супер корабли и грузитания или мавритания или потом боинг 747 вот это первый двухэтажный или конкорд который всего четыре часа летит из лондона в нью-йорк 600 и мерседес в россии девяностых вот это предел прогресса и мы пассажиры мы венец цивилизации и на нас вообще история остановилась потому что ведь круче ничего не будет это уже полный вышаг а те кто не попали сюда это лузеры а нам принадлежит жизнь мы ее хозяева и мы будем вечно богатые и молоды в позапрошлом выпуске много про бунина говорил он когда сто там с лишним лет назад написал рассказ господина сан-франциско и с тех пор ничего не не переменилось в общем эта выставка в музее виктории альберта она заканчивается логично титаником ну понятно что супер корабли продолжали дальше ходить и до сих пор существуют эти круизные многополудные громады только наверное вышагом уже их никто не считает но сюжетно конечно титаник это же как решено в подмах зала на огромном черном зеркале и серебристые блики волн и поверх кусок роскошной внутренней золоченой обшивки она не тонет в лондоне третий год живет известный российский журналист олег кашин было нашумевшее дело 2010 года кашину тогдашнему корреспонденту коммерсанта неизвестные поздно вечером возле его дома нанесли 50 с лишним ударов стальным прутом и могли бы забить насмерть но из подъезда наш ум выбежал сторож дальше картинка с камер видеонаблюдения этого нападения публикуется в интернете кашину делают несколько операций гневно реагирует президент медведев тогдашний глава мвд нургалиев берет расследование под личный контроль и потом при всем этом широчайшем резонансе несколько лет почти тишины пока в 2015 году не случается новая сенсация арестованы предполагаемые исполнители преступления они сотрудники службы безопасности предприятия акционеры которого семья андрея турчака тогдашнего губернатора псковской области турчака кашин когда-то обозвал в соцсетях из пятнадцатого года прямо называет заказчиком нападение на себя якобы даже есть запись на диктофон разговора когда турчак этим сотрудникам службы безопасности предприятия своей семьи заказывает разобраться турчак тогда в 15 после паузы заявил что все это выдумки а потом неожиданно освободились под стражи ключевого обвиняемого и с тех пор кашин предпочитает россии не жить поехал в лондон где его жена сотрудник международной корпорации менеджер могла получить рабочий контракт и всегда отличаясь профессиональной активностью кашин с того времени кажется самый часто пишущий комментатор в стране раньше в изданиях теперь почти только на republic.ru каждую неделю минимум две-три колонки кашина россии о ситуации о новых трендах которые нужно усматривать из тех или иных текущих новостей и прочее прочее как такое возможно я об этом поговорил с олегом кашином в лондоне вот мы так будем говорить а над нами будет висеть портрет александра ивановича герцена скажите выполняя его заветы каково живя в лондоне писать все время про россию идеальный город для писать для писания про россию на самом деле я скорее воспринимаю это как такую приевшуюся шутку потому что когда-то 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 в юности брал интервью тема лебедева и фраза я родился в москве живу в интернете мне казалось позерством но на самом деле я действительно живу в интернете уже лет 20 и не вижу если не вижу разницы между собой сидящим за компьютером и телефоном на рождественском бульваре или на значит своем берегу темп за более того не присутствие в москве как мне кажется во многом освобождает от риска быть втянутым в какие-то орбиты человеческие потому что сегодня ты с этим встретился и он недоволен твоей статьей ты думаешь он хороший человек его огорчил поэтому давай я буду писать мягче или что-то такое поэтому конечно лондонская далека это лучшее место для писания а вы здесь перечитывали было и думал да конечно было и думы по-вашему это что называется все еще своевременная книга более более чем более чем более того на что вот именно своевременного то что ничего не меняется там на самом деле как раз это опасно ничего не меняется в россии или в британии или в русских не из не меняние ничего в британии это такое свойство британии которое она продает более того на самом деле это на каком-то на туристическом этапе умиляет. Вот я однажды выступал, забыл название колледжа, но в общем в нем в вестибюле стоит шкаф с забальзамированным телом лорда, который его основал, который завещал свой капитал, чтобы, соответственно, на условии, чтобы его выносили мертвого на ученый совет. На протяжении двухсот лет его выносят. И это как бы вот, да, такая байка для, собственно, людей, которые ждут от Британии чего-то старого и доброго. История со Скрипалями, она как-то здесь повлияла на ваше существование? Вот то, что Россия, это страна-отравитель. Ну, на самом деле, тоже такой момент. Я не настолько социализирован в британских кругах, чтобы как-то приходить туда и там вчера мне улыбались, а сегодня от меня шарах как от новичка. И там, скажем так, когда началась история с Скрипалями, русские стали востребованы здесь, любые русские, как комментаторы. Я даже ходил в прямой эфир на ВБС и пытался сказать, что у вас один враг Путин, не делайте себе 140 миллионов врагов. И когда через пару дней эти же слова повторял Джонсон, что мы любим русских, там, ценим русскую культуру, но не любим Путина, я подумал, блин, может быть, он смотрел меня по ВБС. В этом смысле, да, оно повлияло так. Вы себя здесь, блин, самого себя объясняете как иммигранта, как изгнанника, как беженца? Вот как раз мне я здесь буквально повторю про ту же ловушку, я заинтересован в неоднозначных трактовке. Я могу это вообще объяснить, что там, не знаю, семейные обстоятельства держат просто потому, что как бы так получилось. Да, могу объяснить пронзительность. В смысле, жена здесь работает? У нас здесь работает, да, все, там, ребенок в детский сад ходит. Вот я могу, наоборот, объяснить, что да, я бежал из кровавого мордора и так далее, но мне приятнее, мне спокойнее и комфортнее не объяснять никак. Почему ты в Лондоне или даже где ты в Лондоне? Ничего себе. А почему? Да так. Вот да так. Вот я здесь да так. И тогда, значит, нет ответа, при каких условиях вы бы вернулись в Россию. Очень просто. Как раз вот здесь у меня есть дорожная карта для торга с режимом, да. Заказчик покушения на меня Андрей Трущак сегодня возглавляет партию «Единая Россия». Давайте мы его посадим, а потом спросим меня, Кашин, ты готов вернуться? Я скажу, а это идея. Московское впечатление накануне британской поездки. Я сходил на проект «Атлас в Маяковский». Пишется вместе и после инициала «В» точка не ставится. В очень странном месте, ныне неработающем музее скульптор Голубкиной, сначала несколько залов, которые вроде должны подготовить публику к главному. Они очень разноценные. Мне интересен был только самый последний, где, среди прочего, демонстрируется недоиспользованный флакон духов и в Сен-Лоран лирибрик подлинный. И 3D принтер воспроизводит маленькую модельку Рено, который купил Маяковский для Лили в Париже. А потом фильм Александра Шейна в Маяковской, очень модерного лихо поставленный. Часть фильма чтение по ролям, а в ролях Маяковский, Юрий Колокольников, Лили Брик, 20-х годов, Чулпан Хаматова, в конце жизни Людмила Максакова, чекист Яков Агранов, там аж три исполнителя, более всего Евгений Миронов. Этот Агранов Яков Саулович, даже по меркам НКВД, был жуткий демон, с огромным послужим списком от секретариата Ленина до начальника госбезопасности всего СССР. И глядя на Миронова, его играющего, все вспоминалось признание Лили Брик в диалоге с Соломоном Волковым. Для нас тогда чекисты были святые люди. И думалось потом про двух Маяковских. Вот пять лет до революции величайший футурист, пионер, даже магеллан нового мирового искусства, а потом 12 советских лет вот эта пропаганда агитацией, которой кормили несколько поколений все эти «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». В Череповце, помню, только в город входишь от вокзала и на первом доме во всю длину покрыши это «Ленин жил, Ленин жив». Ленин и сейчас живее всех живых наша сила, знания и оружия. Еще были переделки Ленин и сейчас жалеет всех живых. О работе стихов на политбюро, чтобы делал доклады Сталина, эти стихи, в фильме приводится и вот уж совсем, совсем, совсем «Юноше, обдумывающему житье, решающему сделать бы жизнь с кого, скажу, не задумывая, сделай ее с товарища Дзержин с кого». Здесь все беспредельно и смысл и рифма. И вот как, что делать с этим вторым Маяковским и возможно ли его примирить с первым, вообще один ли это человек, вот это же вся грубость агитпроповская, которая проще и площе, чем даже какой-нибудь там Демьян Бедный, никакой там новизны, даже формы в этом нету, только вот оголтелость одна. Наверное, это невозможно оценить, да, конечно, меру политического разочарования как одной из причин самоубийства Маяковского, но фильм к этому подступается и важно, что очень по-маяковски подступается. Но вернемся в Лондон. Это гигантское роскошное музейное пространство Тейт Модерн, а это его часть еще отдельно зовется Блаватник Билдинг по имени спонсировавшего ее русского глобального бизнесмена еврейского происхождения. Жаль, не пишут Леонид Блаватник Билдинг, но это было бы по-русски, а на западе этого тезку чаще именуют Леонардом. Маяковский в Тейт Модерн был у меня все время в голове, пока смотрел мощнейшую выставку Пикассо только 1932 года. У Пикассо тогда исчерпан брак с Ольгой Хохловой, у него отношения с Мари Террес Вальтер, которые он без конца пишет, в Зените Пикассо ский сюрреализм, про который он говорит, что сюрреализм и есть самый реализм, потому что он реализм чувств. И вот на этом переломе особенно много работается и все тогда у Пикассо по определению Маяковского про это. Даже можно точнее и развернуть из облака в штанах ночью хочется звон свой спрятать в мягкое женское. Неожиданно бурно богатой оказалась ваша реакция на предложение выбрать произведение Дунаевского на специально отведенную для него сохраненную вакансию в лирические топ-10 песен советского периода. Напоминаю, речь шла про лирику, так что гражданские гимны широка страна моя родная, дорогая моя столица, золотая моя Москва, при всей их значимости мы отмечаем и пропускаем. Марш из веселых ребят легко на сердце от песни веселый. Марш из цирка он там был бессловесный, подставляли стишки вроде советский цирк умеет делать чудеса брам-брам-брам-брам-брам это все-таки марш и опять-таки не лирика. Я отводил с самого начала как кандидатуру сердце тебе не хочется покоя, как много девушек хороших. Вы все равно называете, ну подумайте, в жанре танго этот опус Дунаевского супротив Утомленное солнце и вам возвращая ваш портрет ну явно проигрывает. Действительно ни на что пожалуй не похоже это Звать любовь не надо из фильма предвоенного Моя любовь. Если расставаясь Ищешь встречи значит ты пришла моя любовь В послевоенном Дунаевском вы, судя по вашим откликам, более всего цените супер-хиты из фильма Кубанские казаки Ой, цветет калина в поле у ручья и каким ты был таким остался Орел степной кто закликал Но в послевоенной песенной мелодраме эти вещи никак не сильнее одинокой гармонии Макроусова с которой собственно начинался весь разговор и даже пшеница золотая Блантера или звезда моих полей Богословского вполне составят конкуренцию я не записал видение в Лондоне просто не успевал и тут вот тоже между делами записываю переехав уже в Шотландию пока было светло это за окном виднеется Сент-Эндрюс и пока было светло ради мелодии Дунаевского лучшей и по вашему мнению и по моему я здесь сбегал записал стендап и так чаще всего называемое вами лучшим Дунаевским увертюра к фильму Дети Капитана Гранта 1936 год и я с этим совершенно согласен мощь напор романтика тревога и вот что еще важно и почему пришел сюда требовалась ведь некоторая стилизация под английскость ведь и капитан Грант и дети его англичане там одни иностранцы действуют не может быть такой сугубо русской морской мелодии раскинулось море широко должны слышаться чужие ветра и моря и слышатся это будто Лермонтова белеет парус одинокий первая тема Дунаевского играют волны ветер свищет и мачта гнется и скрипит а потом развитие вторая тема та 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 там та ра 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 рам и это под ним струя светлее лазури над ним луч солнца золотой теперь значит после Лили Брик Якова Агранова Леонардо Блаватника Исаака Дунаевского это я подтруниваю и потролливаю прочитав комментарий к первому фильму русской евреи самое время сказать что 3 мая у нас ютуб премьера мы выложим в сеть второй фильм русские евреи 1918-1948 и сейчас второй его тизер первый мы выкладывали несколько дней назад отдельно он там про Шагала и Витебск в комментариях кстати спрашивают а знаете ли вы русскую замену слову тизер нет не нахожу отрывок но в этом нет целеполагания что это анонс а сам анонс такое же иностранное слово что и тизер так что второй тизер второго фильма чекист Лев Этингон устраивает в Мехико убийство бывшего вождя Льва Троцкого первая группа Этингона под руководством мексиканского художника Давида Сикейроса неудачно покушается и тогда Этингон отправляет другого своего агента испанца Рамона Меркадера 20 августа 1940 года Меркадер совершает одно из самых знаменитых и страшных политических покушений в истории он приносит Троцкому свою статью чтоб великий революционер прочитал и оценил летом в Мехико и в костюме это нестерпимо жарко а Меркадер пришел к Троцкому еще и с плащом в руках скрывая под ним ледоруб таким изощренным выбором оружия Этингон очевидно стремится гарантировать результат ведь удар тяжеленным ледорубом почти наверняка должен быть смертельным когда Троцкий сидя за столом погружается в чтение Меркадер стоя сзади наносит сильнейший удар ледорубом по голове стальной клинок входит в череп на 7 сантиметров но Троцкий не погибает мгновенно он издает истошный крик хватается за рукоятку ледоруба в бежавшей охране приказывает не убивать преступника чтобы выяснить кто его послал а своего агента советский резидент убеждал что тот может спастись почти бесшумно убьет и спокойно покинет дом попрощавшись с охранниками которые хорошо его знали по предыдущим визитам сюда по версии Эйтингона он поджидал агента в машине неподалеку и уехал лишь увидя что меркадера выводит из дома полиция только в больнице Троцкий потеряет сознание а умрет на утро ему 60 43 года назад одесский студент Лейба Бронштейн пришел в русскую революцию я умру пролетарским революционером марксистом диалектическим материалистом моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча но более крепка чем в дни моей юности итак русские евреи фильм 2 1918 1948 3 мая youtube премьера выложим в сеть а 7 мая будет уже третий фильм русские евреи после 1948 но о нем потом будет еще отдельный разговор как всегда под конец выпуска когда уже совсем стемнело мои комментарии на ваши комментарии про первый фильм русские евреи пока не буду говорить пусть выйдет хотя бы второй тогда поговорим разом про одно из этих комментариев все-таки хотел сказать не уверен что смогу убедить но хотя бы обращусь с увещеванием украинские украинские зрители меня поправляют вы не на украине показывали свой фильм а в украине по нормам современного русского языка в россии носителем которого я являюсь на украине раньше по-всякому бывало раньше некрасов мог писать про стихи шевченки сейчас изменять по падежам украинскую фамилию немыслимо что вовсе не мешает считать норму в украине правилом для русскоговорящих украинцев какая разница огромная между британским английским и американским английским между британским mobile и американским cell вообще ничего общего нет никакой логики и никакого уничижения кого-либо это трудности языка почему у нас в белоруссии но на украине почему в сибири но на урале можно сказать в краснодарском крае а можно на кубане и это будет одно и то же так почти от всех российских регионов можно образовать я родился и вырос в вологодской области а можно сказать на вологодщине сколько раз от украинцев попроще и от наших южан я слышал что-нибудь вроде вы что себе на москву возвращаетесь ну и что с этим поюжнением языка появилась выражение на районе вот именно через букву и хотя литературная норма конечно здесь у нас в районе песнями богатым вообще Россия ни на одном языке кроме нашего так не называется ладно там русланд раша по-болгарски будет русия через у и с одним с а поскольку кириллица то есть букву нас в общем болгарские на письме на свежий русский взгляд выглядит вполне диковинно лет 20 назад в риге вот прям врезалась в память огромный плакат в центре города мошков с бородищей в роли пугачева надпись не гарантирую произношение кривиас бунтас русский бунт был такой русский фильм по капитанской дочке то есть мы все еще племя кривичей ну даже трогательно такая архаичная непереименованность еще раз хочу быть правильно понятым пусть в Украине норма для русскоговорящих украинцев по мне так ради бога но все таки странно когда из Украины меня учат как мне говорить по-русски у меня вообще много ли есть как нам классик завещал в одни сомнения в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне надежда и опора у великий и могучий далее по тексту и вообще пусть русские предлоги будут самой большой проблемой это уже фактически тост вино сегодняшнего выпуска напоминаю базовая бургундия но лично мне все равно дорогая наша следующая встреча она неурочная 3 июля у нас youtube премьера фильма русские евреи 2 и там будет предисловие и будет с вином мое предложение выберите вино которое вам в последнее время особенно понравилось вот я буду с витовска такой производитель паола водопивец это фриуль венеция джулия оранжевая и объясню почему оно у меня стало вином сезона будьте здоровы счастливо до побачення для вас спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр Продолжение следует...